И продолжим обсуждать эту тему с нашим экспертом в студии в области урановой и атомной промышленности Аманжол Елемесов, здравствуйте Доброе утро Доброе утро Аманжол Елемесов, эксперт в области урановой и атомной промышленности Итак, вот около 17% производства электроэнергии в мире сегодня принадлежит атомным электростанциям Вот скажите, в каких странах самая развитая атомная энергетика? Спасибо за вопрос На данный момент существует 440 действующих реакторов по всему миру, расположенных в 32 странах Самыми крупными здесь являются США, 92 реактора, которые вырабатывают 20% электроэнергии Также в Франции 56 реакторов, которые вырабатывают 70% электроэнергии Быстро растущая индустрия здесь в Китае тоже 56 реакторов и в России 38 реакторов То есть это одни из самых больших владельцев атомной энергетики в своей стране А вот Казахстан решил развивать атомную энергетику А где в мире сейчас, вот на данный момент, ведется строительство атомных электростанций? В мире сейчас ведутся порядка 60 строек атомных электростанций, 60 реакторов Это будет в ближайшие несколько десятков лет Самым крупным здесь является Китай, около 23 реактора Также на последнем КОП-28 в Эмиратах было объявлено, что 20 стран, такие как Япония, Южная Корея, США Объединятся для утроения, скажем так, атомной генерации в своих странах для снижения выбросов углеродного газа Скажите, вот Казахстан решил развивать атомную энергетику В данный момент где в мире АЭС находятся на стадии начала строительства? Такие страны в основном располагаются в Азии, в юго-восточной части в том числе Также у нас есть один крупный проект в Египте Из последних кейсов завершившегося строительства это в Эмиратах Один из самых успешных, можно сказать, примеров Там было введено в эксплуатацию буквально недавно последний четвертый реактор Это 20-25% электроэнергии всей страны Но вот если на референдуме будет принято решение о строительстве атомной электростанции В Казахстане один из вариантов, где ее могут вообще разместить Это поселок Кулькен в Алматинской области на озере Балхаш И вот в этом случае, если будет построена атомная электростанция рядом с озером Как экологически это скажется на озере и не уменьшится ли вода в нем? Спасибо за вопрос На самом деле, да, многие люди спрашивают об эффекте экологическом У меня есть некоторые цифры, которые приведу То есть объем озера всего Балхаш 108 миллиардов метров кубических При этом от АЭС использование это 63 миллиона метров кубических То есть если мы сравниваем, допустим, 108 миллиардов это вся ваша студия Так 63 миллиона это буквально вот эта вот чашка То есть испарение это всего лишь 0,3% от естественного испарения озера Можно сделать вывод, что влияния там будет практически никакого И озеро останется в целости сохранности Ну что ж, благодарю Я напомню, что мы говорили о развитии атомной промышленности В нашей стране, так и за рубежом Аманжол Гельмесов, эксперт в области урановой атомной промышленности С нами сегодня был в студии Спасибо, вам хорошего дня и хорошей работы Спасибо 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 Спасибо